Мастер Фиде Роман Яшов 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 Черный сразу вводит ладью Мы все равно играем слон h3 a6 Черные пытаются подорвать нас Идеальное поле для коня Это поле c4 Но сейчас сразу такой ход не сделать Иначе потеряется пешка на e4 Поэтому ее надо защитить Белый играет ладья g1 Размен Конь h7 Конь пошел сюда не просто так Явно черные хотят поставить коня на поле g5 Поэтому мы сначала ставим своего коня Ладья a2 И теперь слон свою функцию здесь выполнил Мы его уводим На поле g2 Чтобы прикрывал пешку Ферзь f6 Ладья f1 Конь g5 Ферзь b3 прикрывая поле f3 Не даем сюда залезть коню Ладья с b на a8 Все поля в лагере белых надежно прикрыты Отогнав предварительно еще и коня Белые начинают сбор урожая h4 Конь отходит на плохое поле h7 Теперь мы съедаем пешку Ладья a1 предлагает размен Не реагируем Ладья a2 Ферзь e3 защищает пешку f2 на всякий случай Ферзь d8 Размен Король отходит Конь f6 Угроза вилки на g4 Поэтому играем f3 Ферзь b8 Ферзь b3 Все мы готовы к движению пешки b Конь d7 b6 Конь c5 Напали на ферзе Надо отходить Отходим так Чтобы и напали И напасть на ладью И чтобы ферзь стоял напротив короля Ладья a4 Ферзь b5 Защищаем коня Ладья отходит Ладья c7 g5 Черным надо какую-то контур игру проявлять Поэтому они идут вперед Но после этого хода У черных появилась слабость Поле f5 Куда мы к коням своим и стремимся Конь e3 gh Конь f5 Шах Король должен отходить Скидаем пешкой Конем съедать не надо Конь идеально стоит на поле f5 Ладья a6 Напали на пешку Надо двигать и вперед Ладья a7 Снова напали на пешку Но у нас есть ход Ладья c8 И на ферзь b7 Играем просто ферзь e8 Создаем батарею По восьмой линии Нападаем на слона Его надо бы защитить Конь d7 Но последовал Конь d6 И черный сдалить Потому что Следующим ходом Теряется пешка на f7 А там где-то уже и мат близко Я предлагаю посмотреть Одну мою партию По заданной теме Конь f3 d5 Я играю черными e3 c5 b3 Конь c6 Может вам встречалось уже подобное продолжение запела Она достаточно коварная Но при грамотной игре черных не приносит белым преимущество Слон b5 со мной сыграли Я слон g4 Размен h3 Слон должен отходить Можно конечно и взять на f3 И так и так играют g4 Слон отходит на g6 Конь e5 Ферзь c7 И если все до этого была теория То дальше белые начали действовать неграмотно По теории советуют играть d3 И черные играют e6 И приблизительно равная позиция Белые видимо сильно поверили в свою позицию Сыграли h4 Но здесь сразу возникает целая куча слабостей Во-первых ослаб очень сильный королевский фланг А белый у белых фигуры не развит И это наверное наглядная партия Как надо действовать В случае если белые забыли про развитие И идут на вас с атакой Следующий слон e4 Выясняется следующее f3 играть нельзя На f3 последует конь g4 Висит конь То есть есть слона Съедим коня просто Съесть пешкой коня нельзя Теряется ладья А если съесть конем То шаг Надо закрываться И слон f3 И после ферзь c1 Играет слон h1 У черных выигранная позиция Поэтому здесь белым надо отходить С ладьей на g1 Теперь Ладья ушла с линии h Логично Сыграть h5 В надежде В надежде что мы сможем съесть аж И откроется линия для ладьи Белые играют d3 Прогоняют слона Вроде бы слон должен отходить Но нет Нам это не надо Слон стоит идеально здесь И мы играем d4 Жертва пешки Брать слона конечно же плохо Мы съедим ферзя Под боем пешкой g4 Под боем пешкой g4 Слишком много слабости здесь у белых Поэтому напрашивается Это ed cd и слон d4 Здесь можно сделать и длинную рокировку Но я сыграл мне кажется понадежнее Ладья d8 Если съесть сейчас слона Де пойти Мы пойдем c5 На ферзь e2 Съедим слона Шах Закроемся конем Размен Ладья e4 Шах сначала в промежутке Король должен отходить И ферзь d7 У черных чуть поприятнее позиция Но правда Надо дать должное Белые если захотят Ничью Они ее добьются То есть здесь у белых есть Вечный шаг Но если белые захотят Поиграть То скорее всего Черные должны будут Добиться успеха Значит в партии Было сыграно слон b2 Надо схитать пешку Конь g4 И мы играем ладья h4 Выигрываем пешку Ладья у нас по линии h Начинает работать За слона на e4 Бояться не стоит Ладья хорошо здесь все связывает Конь d2 Связки больше нет Но мы можем съесть коня Ладья g4 Я играю ладья h1 Шах королю Надо закрываться конем И очень сильный ход Ферзь a5 Подключаем ферзя К атаке Нельзя конечно же Играя ферзь d2 Из-за ладья f1 Отвлекаем короля И теряется ферзь Поэтому Ну c3 тоже плохо Просто ладья d3 есть Или слон d3 Поэтому надо играть Король e2 И только я получил хорошую позицию Как тут же Все Испортил Следовало сыграть Здесь Ферзь h5 Сделать связку И на f3 Есть очень сильный ход Слон f3 Король f3 И f5 И у черных Выигранная позиция Я сыграл слон f5 Ладья отошла на a4 Ферзь d5 Ферзь d2 И здесь Мы согласились На ничью Белые От моей атаки Развязались И у них уже У самих В принципе Нормальная игра Сейчас конь выйдет на g3 И как Пробиться королю Немножко Непонятно В общем Была вот такая Интересная партия На мой взгляд Где как раз Основано все На идеях Мы видим Какие-то слабости И их пытаемся Реализовать Надеюсь Вам было Действительно Интересно И поучительно На этом все Увидимся В новых видео Всем пока